В прошлый раз, дорогие друзья, мы с вами создали пробочку вот сюда на радиатор, для чего потребовалось целое видео, ну да бог всем. Возьмем append, вот этот, в файлах, да, видите, у меня вот стоит здесь сфера, да, я бы хотел эту сферу ввести. Дело в том, что если мы откроем, да, этот блендер, вот так открывает, он меня просто, он уже знает, что я хочу. Вот так открываем кружку, и он открывает сразу очень много объектов. У нас здесь отсутствует объект групп, потому что я не стал создавать группу. А у меня в объектах всего один объект, вот эта сфера, посему очень просто будет ввести ее сюда, вот она, она появилась. Берем G наверх, вытаскиваем, и ставим ее на место. Где у меня тут место. Сверху посмотрим, ну то же самое, и введем ее вот сюда, по оси X. Естественно, надо ее уменьшить. Это S. Ну, вот так, наверное, да. Опустим, GZ. Я думаю, такой будет в самый раз. Смотрим. Да. Вот тут у нас крышечка эта находится. Ну, мы можем ее пониже опустить, в общем-то. Вот так будет симпатичка. Готово. Следующее, это нам надо сделать капот. Что, в общем-то, не так уже и трудно будет. Вот, то есть, мы возьмем сейчас вот этот и его shift-D. В принципе, это у меня у нас единый объект, да? Ну, я не включил вам подсказки, да? Сейчас включу подсказки и начинаем его S. Увеличим. Подтащим сюда. Поехали. Вот так. Посмотрим вот отсюда. Так, вроде бы, нормально все. На ширине. Это сверху надо смотреть. Почти то же самое. На ширине. Тащим. Теперь посмотрим по высоте, что он из себя представляет. По высоте мы его опустим, естественно. Лучше это будет сделать в дитмут. Выделить вот эти полигончики. Вернее, эти. Вот так. Выделим и опустим. G, Z. Вот посюда. Опустили. Так. Дальше. Ctrl-R. И потянем сюда. И у нас будет самая настоящая копия, да? Так. Еще раз выделяем. Так. Далее. Татмув. Нет. Это у нас. Трансформ. И. Сделаем вот так. Таким образом у нас появился капот. Я вот думаю о том. Может быть его раздвинуть немножко, а может быть и нет. Сейчас придумаю. Ну, во-первых, он должен быть больше. Это однозначно. Поэтому Select Box. И потянем его в сторону X. Я думаю, что вот так и достаточно. Такого, да? Ага. Хорошо. Пока я смотрю. Площадка получается слишком большая. Ну, пока я смотрю, что площадка получается широковатая. Ну, это мы потом можем всегда поправить. То есть, выбрать ее в модели. Объект мод. Так. И просто мы просто подвинем друг к дружке. Так. Так. Трансформ возьмем. И вот так. Ну, все. Да? То есть. Мы просто можем это сделать. Если нам необходимо будет. Так. Или чисто вот эти бока. Ну, посмотрим. Может быть, нам придется еще вот этот. Вот тут. Может быть, такой вариант. Сейчас, секунду, посмотрим с вами. Такой вариант. Байфрейм. Перейдем в бидитмод. Вот это вот выделим. И попробуем сейчас раздвинуть. Если вот так сделать. Что из этого получится. Ну, в принципе, я считаю, что и неплохо даже. Сверху давайте глянем. Так. Станину мы тоже можем подвинуть. Вернее, сдвинуть немножко. Чтобы не было такой выпирающей. Давайте так и сделаем. Перейдем сюда. И будем выделять. И будем выделять. И будем выделять. Точки. Вот эти две выделим и подтянем их. Так. Вот так, допустим, сделаем. И вот эти две. Вот так. Так. И тянем, потянем. Допустим, вот так. Да. Вот так вот. Хорошо. Этот гробик получился, ребят. Вы видите, нет. Так. Из этого получился гробик. Сейчас поправим. То есть вот эти вот вещи у нас. Растянули неправильно. Ну, давайте поправим сейчас. Так. Так должно быть. Я думаю, да. Ну, и теперь надо какое-то типа окошечка сделать, мне кажется. Этот мы с вами применим, скорее всего, любую операцию. Вернее, бэвел применим. Так. Уберем это. Выделим. Ну, просто бэвел, скажем. Это многовато будет. Вот так достаточно. Три. Есть три. И следующее, что нам нужно будет сделать, это нам надо поставить окошко. Для этого выберем сейчас. Уп. Наверх вы, товарищи. Все по местам. Так. И увеличим его с одной стороны. Вот так. А с другой стороны мы его вот так... Опа. Нет, разворачивать нам не надо. Я промахнулся. Вот так его надо сделать. Вот такое у нас будет окошко. Да? Так. Втягиваем наверх. Смотрим сбоку. Да, наверное. Подтянем сюда. Похоже на то, как нам надо. Так. Далее. Сбросим ему все его память по трансформации. Нажав вот здесь. Сот. Ок. И теперь сотворим следующее. Ctrl-R Ну, конечно, объект эдита. Ctrl-R Что такое? Выдели. Нажмем A. Теперь Ctrl-R Кто-нибудь может мне объяснить, в чем дело? Маховец. Маховец. Появился, не запылился. Так. Я даже не знаю, где лучше сделать это. А? Еще лучше. Он сам встал как нужно, да? Хорошо. Теперь дальше Ctrl-R Снова. Делаем две. И Так. Так. Теперь Растягиваем их. Опа. Нет. Повторим еще раз. Ctrl-R Так. Две. Нажали. И далее Растягиваем. Растягиваем. Так. Прекрасно. И еще раз Ctrl-R. Ну, вот здесь. И тянем его сюда. Да. А далее, естественно, берем вот это, выделяем. И вот это. Так. Это надо убрать. Та-та-та. И вот это так. И идем. Эдже. И говорим, что нам нужен бритч. И он нас слушается и создает бритч. Следующее мы выделяем. Вот тут. Вот тут. И Ctrl-D. Делаем небольшое закругление. Так. Хорошо. Тоже самое мы, я думаю, сделаем здесь. 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 Выделяем. 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 Не ленимся. Ctrl-B. И тоже создаем вот такие небольшие закругления. Много нам не надо. Так. Теперь выделяем. И тоже создаем вот такие небольшие закругления. Это еще что-то такое за петля. Кто-нибудь может мне объяснить? Так. Ctrl-B. Нет никакой петли. Прекрасно. Еще раз. Иногда какие-то странные вещи происходят, ребята. Я думаю, спустя пять лет, которые я себе отпустил на Блендер, да, я буду над этим смеяться, да? Но сейчас мне не до смеху. Правда, иногда так что-то вылезет, что никак не поймешь. Ctrl-B. Вот так. Вот откуда та петля была? Вам понятно? Мне нет. Так. надо выделить что-нибудь. Нажать L. Во-первых, сбросить все трансформации. Второе. Alt-L нажать. И дистанцию определить, допустим, 0.1. Вот здесь 0.1. Он говорит, что никаких у него проблем не было с этим, поэтому можем спокойно перейти в объект и попробовать тоже Bevel ему устроить. Вот он его взял. Хорошо забылил. Так. Ну, более-менее сделали, да? Похоже уже на машинку. А дальше мы продолжим в следующем видео.